Раньше мы бегали за документами, теперь документы будут бегать за нами. В Киселевске открылся многофункциональный центр государственных услуг. Инспекторы ДПС взялись за школьников. Они провели открытый урок по правилам дорожного движения. Генерал Михалыч и Егерь Кузьмич исчезнут с телеэкранов. Депутаты собираются запретить называть алкоголь частью русской культуры. Добрый вечер. В эфире телеканала «Мой город. Новости». В студии Петр и Ксения Кривко. Здравствуйте. На Олимпийских играх в Сочи пришло время для самых горячих фанатов. В борьбу за медали вступает хоккейная сборная России. А на стадионе «Айсберг» Евгений Плюченко попытается сделать золотой дубль. На какие результаты стоит надеяться российским болельщикам по итогам 8-го олимпийского дня, попытался предсказать Аркадий Кемеев. При всем уважении к словенскому хоккею, для Малкина, Овечкина и компании первый матч – это скорее тренировка с повышенным уровнем ответственности. Сборную России даже созвездиями назовешь. Это целая галактика великолепных игроков. Так что уверенная победа – это то, чего мы и ждали. Другое дело, что красной машине нужно экономить силы и не растрачивать энергию почем зря. Ведь в самом ближайшем будущем матчи с несгибаемыми словаками и грозными американцами. Как изнашивается человеческий организм в таких встречах, рассказал Вячеслав Фетисов, легендарный советский и российский хоккеист. Я помню, что я во время турниров, чемпионата мира олимпийских игр, в общем-то, терял, наверное, до 7 килограмм в итоге. То есть, ну, и бессонница мучила, и мысли об этом. Но это как бы на том драйве, который ты ловишь во время игры, это не так важно. Если хоккеисты могут позволить себе экономить силы, то биатлонистам приходится выкладываться по полной каждый день. Ведь у них каждый старт – это розыгрыш золотой медали. На индивидуальную гонку российские тренеры выпустили обновленный состав. Вместо Шипулина и Малышка вышли Волков и Логинов. Вроде бы все по делу. Уставших лидеров команды заменили молодые снайперы. Но недовольные среди болельщиков, конечно, нашлись. Александр Тихонов, в прошлом великолепный спортсмен, а ныне главный оппозиционер от биатлона, в беседе с ведущими радиоспорт заявил, что Логинова надо было выпускать с первой гонки. И тогда он выступил бы лучше, чем фигуристка Юрия Лепницкая. Она сама катается и все, понимаете. То же самое мог Логинов сделать. Он здесь выиграл контрольную тренировку. И его не ставят, я не понял. Две медали разыгрываются, спринт. И спринта попадают люди в пасют, в гонку преследования. У него было бы два шанса. Не поставили. Сравняется ли Логинов с Лепницкой по медалям, мы с вами узнаем меньше, чем через час. Индивидуальная гонка уже началась, и шансы у наших стреляющих лыжников далеко не призрачные. Но самый реальный шанс на победу предоставится России на состязаниях фигуристов. Евгению Плющенко явно недостаточно командного золота. Маэстро хочет победить в личном зачете. А это значит, в Ледовом дворце Айсберг сегодня будет по-настоящему жарко. Сжимаем кулаки и ждем победы. А то видеть Россию на седьмом месте в медальном зачете как-то грустно. Кстати, о медальном зачете. Его по-прежнему возглавляют немцы, которые берут не количеством, а качеством. В их активе целых шесть золотых медалей. Будем ждать прибавления золотых кружочков и в бело-сине-красной строке. Аркадий Кемеев, новости моего города. Жители Кузбасса смогут получать паспорта и оформлять документы в три раза быстрее, чем раньше. В Киселевске открылся многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг. На торжестве присутствовал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Ему рассказали, что работа центра строится по принципу одного окна. Это значит, что теперь горожанам не нужно ходить по разным инстанциям, чтобы собрать необходимые справки. Все это можно спокойно оформить, что называется, не отходя от кассы. На открытие МФЦ побывали наши коллеги. Справки, печати, гигантские очереди – все это осталось в прошлом. Если раньше процедура получения паспортов или оформления сделок из-за лишнего лакита с бумагами занимала больше двух месяцев, то с появлением центра система упростилась. Сюда нужно прийти всего два раза. Сначала подать заявку, а затем забрать документ. Консультант МФЦ Наталья Мыльникова начала работать с автоматизированной информационной системой. Именно там хранятся все данные по заявителям. На специалистах лежит большая ответственность. И чтобы освоить новую программу, сотрудникам центра потребовалось немало времени. Мы принимаем документы, обрабатываем, делаем необходимые межринственные запросы и передаем в соответствующие организации. Также получаем, обрабатываем документы и уже выдаем операторам для выдачи. Задача центра – оперативно реагировать на простые, но в то же время постоянные потребности жителей. Получение социальных льгот, оформление прописки, заполнение налоговой декларации и другие важные документы. По словам губернатора Кузбасса Амана Тулеева, такие учреждения давно доказали свою эффективность. Мы решили открывать вот такие многофункциональные центры. И вместе с федерацией, вместе с правительством, вместе по указанию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина все это внедрено. Цель какая? Дать равные условия при получении государственного услуг всем жителям Кузбасса. Амана Тулеев отметил, что треть жителей региона хотя бы раз, но пользовались услугами МФЦ. Киселевский центр уже 16-й в Кузбассе, а скоро появится и 17-й в августе этого года в Новокузнецке. Новый МФЦ может принимать до 400 человек в день. Это достаточно неплохо, учитывая, что в Киселевске проживает порядка 100 тысяч человек. Больших очередей здесь не будет. И все же для удобства клиентов здесь предусмотрен комфортный зал ожидания, где можно спокойно сесть и передохнуть. Елизавета Черняк, Константин Алехин, новости моего города. На въезде в Новокузнецк появится арка в стиле хай-тек. 12-метровая конструкция будет построена ко дню шахтера на месте поста ДПС. Об этом сообщает информационный портал СИБДепо. Конструкция будет сооружена в виде двух полуарок, отражающих металлургическую и угледобывающую мощь южной столицы Кузбасса. Чтобы добиться такого эффекта, дуги выкрасят в оттенки, напоминающие цвет угля и расплавленной стали. Ширина каждой полуарки 23 метра. Новый символический знак станет одной из главных достопримечательностей южной столицы. Со временем здесь построят кафе, организуют вместительную парковку, разобьют клумбы, сделают пешеходные дорожки с красивой тротуарной плитки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok